Артур Фокин отметил, несмотря на увеличение количества госпитализации, критического роста заболеваемости, какой был при распространении дельта штамма, нет. Штамма микрона активно распространяется по региону. Тенденции к стабилизации пока нет. Впрочем, число пациентов на ИВЛ практически не увеличивается. Для поддержки дыхания больных одновременно задействует порядка 30-40 аппаратов. Сейчас в них нуждаются 39 больных. В предыдущую волну одновременно к ИВЛ подключали до 160. Коронавирусом в области заразились почти 500 человек. Около 1300 пациентов лечатся в стационаре. На кислородной поддержке 635. За минувшие сутки госпитализировали 67 больных. Выписали 139. 72 койки свободны. Еще 6 смертей от коронавируса подтвердили медики. Заболеваемость пневмонии по итогам недели выросла на 53%. Так, за неделю с 31 по 6 февраля мы зарегистрировали 770 пневмоний. Недели ранее 503. Выросло и количество госпитализаций. Рост составил 55%. Хотелось бы обратить внимание, что на 6,3 выросло количество госпитализаций в группе пациентов возрастом 65 и старше. В 4 раза снизилось число школьников на карантине. Сейчас 2000 ребят. Недели ранее почти 9. По данным Роспотребнадзора, снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом у детей и подростков. Артур Фокин подчеркнул, ситуация улучшилась благодаря карантинным мерам в детских садах и школах. Татьяна Прокопенко, Яна Ведерникова, телекомпания «Барс».